Пятерки только по закону Божьему, в основном двойки, тройки, редко четверки. Успеваем из первоклассников одной Нижегородской гимназии 1900 года. Сегодня ни один учитель не может себе позволить так обидеть наших милых, окруженных заботой и любовью малышей. Тогда, когда образование было необязательным, оценки не завышали и с детьми особенно не церемонились. Нижегородские архивисты подняли документы о дореволюционных школах, где есть все, чтобы представить, как учились и учили их. Благо, отчетность педагоги вели строго, писали много, тут уж с тех пор ничего не изменилось. Отличников было крайне мало, единицы заканчивали школу золотыми медалями, среди них Владимир Ульянов. Каждый раз, когда обнародуют архивные документы, развенчивается пара мифов. Как известно, Якова Свердлова, в будущем известного революционера, выгнали из Нижегородской гимназии за плохую успеваемость и прогулы. Документы это опровергают. Он был почти отличником, а не закончил школу, потому что у него умерла мама, а и отец забрал его из школы, чтобы отправить работать. И отличался идейный руководитель красного террора примерным поведением. Лишь однажды заигрался с другом в снежке и опоздал на урок, в других плохих делах замечен не был. В кондуите книги о поведении учеников записей других нет, хотя любое хулиганство отмечалось в таких журналах. Второй основной класс, Неклепаев, весьма дерзко ведет себя на дворе дома, в котором живут его родители, в Сормове. Значит, по заявлению одной дамы, то есть специально прошла дама к директору и рассказала, что вот этот Неклепаев во дворе ведет себя как уличный мальчишка и выражается. Директор немедленно вызвал его. Потом была составлена запись. Он был арестован на 6 часов, то есть на 6 часов поставлен после уроков без обеда. Исключали из школ легко, мягкое наказание оставляли после уроков. Высшая мера – волчий билет, без права больше где-либо учиться. Когда Владимир Маяковский в 15 лет вступил в революционное движение, он попросил маму забрать его документы из гимназии, чтобы как раз избежать волчьего билета. За учениками строго следили надзиратели и инспекторы. В те времена разделялось преподавание и воспитание. Разные должности. Преподаватели, они вели предмет, но они не занимались у тютюшки в моем классе. Для этого были инспектор и надзиратель. Если класс ведет себя шумно, преподаватель не тратил на это время. Он был специалистом по своему предмету. Он вызывал надзирателя и приводил класс в чувство. Если по необходимости, то был инспектор. С первого класса ученики проходили географию и три иностранных языка – латын, немецкий и французский. В общем, нельзя сказать, что учились понемногу чему-нибудь, да как-нибудь. Продолжение следует...